МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раскрыта серия краж в Шумяческом районе. Криминальная сводка за минувшую неделю. Турнир по баскетболу «Золотая осень». А теперь об этих и других событиях подробнее. В трудовое законодательство страны внесены изменения. Теперь работодатель обязан выплачивать зарплату строго в два этапа, промежуток между которыми 15 календарных дней. Отпускные работник должен получить не позднее, чем за три дня до начала отпуска. А при увольнении окончательный расчет выдаваться в день увольнения. На основе доклада Генеральной прокуратуры России по итогам работы в первом полугодии текущего года Смоленская область вошла в тройку регионов, где зафиксировано значительное снижение числа коррупционных правонарушений на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Губернатор Алексей Островский призвал усилить борьбу с коррупцией в строительной сфере. В целях профилактики коррупционных правонарушений регулярно проводятся проверки муниципалитетов региона. Этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного Союза Почтовиков в Токио в 1969 году. Это самая протяженная сеть услуг. В нашем сюжете мы расскажем о Десногорском узле почтовой связи. Почтовый узел связи считается географическим центром любого населенного пункта. Наше центральное отделение практически ровесник Десногорска. Любая письменная корреспонденция, а также бандероли, посылки и денежные переводы проходят через руки операторов и почтальонов. Очень трудно автоматизировать их труд, поэтому им приходится все делать вручную. А коллектив на почте совсем небольшой. Пять операторов обслуживает весь город. Пять почтальонов пешком из дома в дом разносят письма, газеты и уведомления. Есть отдел подписки. А между тем на нашем пункте связи трудятся три заслуженных работника почты. У нас в отделении почты связи работают три заслуженных работника, которые работают на почте России с момента основания структурных подразделений в городе Десногорск. Это сортировщик Измайлова Любовь Дмитриевна. В отделе подписки работают Фролкова Татьяна Владимировна. Также есть заслуженный почтальон почты России Лисицына Надежда Васильевна. И несмотря на то, что 21 век – век высоких технологий и сообщения покрывают многокилометровые расстояния за считанные секунды, нам не обойтись без услуг обычного почтового отделения. Профессия почтальона поистине международная. Поэтому мы хотим поздравить их с профессиональным праздником, который они отмечали 9 октября. В России прогнозируют рост цен на молочную продукцию. По мнению экспертов рынка, повышение стоимости молока не обойдет стороной и Смоленскую область. Уже сейчас, по данным Росстата, молоко прибавило 63 копейки. В Смоленской полиции новый начальник. Им стал бывший замминистра МВД по Республике Дагестан генерал-майор полиции Василий Салютин. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В Смоленской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии краж. Двое граждан сопредельного государства были задержаны с поличным вскоре после совершения очередного преступления на территории Шумяческого района. Подробности смотрите далее. В дежурную часть отделения полиции по Шумяческому району поступило два сообщения о кражах. Неизвестные проникли в магазины райпо в деревнях Студенец и Надейковичи, похитили деньги и электроинструмент. Предполагалось, что похитителей было двое. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором скрылись возможные преступники. Автомашина была замечена на проселочной дороге. Двое мужчин попытались укрыться в лесу, но вскоре были задержаны. Ими оказались жители соседнего государства 1961 и 1964 годов рождения. В ходе досмотра автомобиля были обнаружены и изъяты похищенные из магазинов деньги и вещи, а также приспособления, которыми, по версии полицейских, задержанные взламывали замки. Подозреваемые были доставлены в отделение полиции по Шумяческому району. Они признали свою вину. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полицейские установили причастность одного из задержанных еще к трем фактам хищения имущества на территориях Шумяческого и Хиславического районов в 2014 году. Идет разбирательство. О криминальной обстановке на минувшей неделе в нашем городе расскажет младший сержант полиции Ирина Ванеева. За прошедшую неделю в дежурную часть ОМВД по городу Десногорску поступило 107 сообщений и заявлений. Из них два о преступлениях. Зарегистрировано 10 ДТП с техническими повреждениями. Составлено 120 административных протоколов. Из них за нарушение правил дорожного движения 95, в том числе за управление транспортным средством в алкогольном опьянении 1, за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 14 человек. Преступление террористической направленности не допущено, не выявлено. Новобранцам осеннего призыва на отправном пункте помимо банковских будут выдавать персональные электронные карты. Это своего рода расширенный аналог бумажного военного билета. А денежное удовольствие военнослужащего остается пока неизменным – 2000 рублей в месяц. В Смоленске стартовал Всероссийский фестиваль науки. Насыщенная программа, рассчитанная на три недели, включает в себя десятки мероприятий – лекции ученых смоленских университетов, интеллектуальные и компьютерные игры, соревнования, экскурсии, мастер-классы, а также уроки по робототехнике и семинары по программированию. Студенты и аспиранты из Энергоинститута и Медуниверситета разработали новый тест интеллекта, принципиально отличающийся от вычисления популярного IQ. Проходить альтернативный тест смогут и дети, и взрослые. Участнику нужно ответить всего на 25 вопросов. Задания на сообразительность, логику, интеллект, цветовосприятие и психическую устойчивость. Переходим к новостям спорта. В финал юноармейских военно-спортивных игр на Кубок губернатора вышли 9 команд. На первоначальном этапе их было 27. Лучшая команда по итогам соревнований получит главный приз Кубок губернатора. По словам организаторов, юноармейские игры в Смоленской области будут проходить ежегодно. С 7 по 9 октября в нашем городе проходил турнир по баскетболу «Золотая осень». Кто в нем принимал участие и стал победителем, узнаете из нашего сюжета. В турнире, который теперь будет ежегодным, приняли участие команды девочек из Московской области, люберцы и мытищи, мальчиков и девочек из Смоленска, Кордымова и три десногорские команды. Торжественное открытие состоялось в пятницу 7 октября. На нем присутствовали представители администрации города, Смоленской атомной электростанции и депутат областной думы. Они поприветствовали участников соревнований и пожелали им удачи. По русской традиции, хозяева турнира всех спортсменов угостили пирогами. Дети еще более интересно играют, даже чем взрослые, потому что у них больше эмоций, у них больше непосредственности. Они больше души вкладывают в то, что происходит. Для них эта игра – больше жизнь, чем для людей взрослых, которые понимают, что это всего лишь техника. В соревнованиях участвовали дети 2004 года рождения и младше, разного уровня подготовки. Но это не помешало быть турниру интересным и динамичным. Наши ребята держались до последнего, проявляя спортивный характер. Девчонки в тяжелой борьбе за третье место все-таки уступили более сильной смоленской команде. За первое место боролись девочки из Люберец и Мютич. Очень напряженная и красивая игра, команды были практически равны. Но спортивная удача была на стороне Люберец. Они победили со счетом 61-20. Ура! Мы победили! Да, на этом этапе, конечно, они сильнее, потому что если взять наших девочек в Десногорске, которые занимаются все, может быть, полгода, да, и люди, которые уже пятый год играют чуть ли не из детского сада, у них большая разница. Поэтому вы посмотрели, и мы посмотрели, и дети наши посмотрели, что туда надо стремиться, так, тренироваться. А вот наши мальчишки показали очень хорошие результаты – две команды и два призовых места. В игре за третье в упорной борьбе с командой Смоленска наши ребята со счетом 28-17 одержали победу. Смоленская команда оказалась достойным соперником, но, как известно, в спорте побеждает сильнейший. А вот борьба за первое место показала, что равных десногорцам на этом турнире не было. В итоге со счетом 34-0 наши мальчики вышли на первую ступеньку пьедестала. В первый раз выиграли, мы очень довольны первым местом. Мы были сначала не готовы к этому турниру, но уже начали играть, когда были уже настроены на первое место, и все. Ура! Все участники турнира получили грамоты о победителе дипломы и медали. Также были отмечены самые полезные игроки в каждой команде. Будем надеяться, что этот турнир станет традиционным и в следующем году соберет больше участников. А нашим командам удастся завоевать еще больше побед. Администрация Десногорска начала электронные торги по определению подрядчика, который будет достраивать универсальный спортивный комплекс с ледовым катком. Согласно условиям аукциона, на завершение строительства ледового дворца выделено из областного и муниципального бюджетов почти 10 миллионов рублей. Срок завершения работ намечен на 15 декабря текущего года. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания.